Евросоюз будет поддерживать столкнувшуюся с российской агрессией Украину столько, сколько потребуется. Об этом в Давосе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн. Украинские и российские войска готовятся к ближнему бою под Бахмутом. Для этого Украине нужны танки. МАГАТЭ разместила специалистов на четырех украинских АЭС. Европейский Союз будет поддерживать столкнувшуюся с российской агрессией Украину столько, сколько потребуется. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн, выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Политик выразила надежду, что это послание будет услышано как в Украине, так и в России. Наша неизменная поддержка Украины не ослабнет, начиная от помощи в восстановлении энергоснабжения, отопления и водоснабжения, заканчивая подготовкой к долгосрочным усилиям по реконструкции страны. «Подтверждая наше намерение, мы объявили вчера, что Еврокомиссия предоставила финансовый пакет Украине в размере 3 миллиардов евро. Это первый транш из нашего пакета помощи в 18 миллиардов на 2023 год, крупнейшим в истории макрофинансовой помощи, оказываемой третьей стране». Фон дер Ляйн также заявила, что экономики России из-за санкций грозят десятилетия регрессии. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение средств и выразил благодарность за мощную поддержку. Украинские войска готовятся к ближнему бою с российскими под Бахмутом. Восточный прифронтовой украинский город продолжает обороняться. Обе стороны полны решимости удержать свои позиции и добиться успеха. Для продвижения Украина отчаянно нуждается в танках, о поставке которых уже объявила Великобритания. Польша ранее сообщила о своей готовности отправить роту танков «Леопард-2» немецкого производства, но для этого требуется одобрение Берлина. На Всемирном экономическом форуме президент Польши выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время. «Давление немецкой политической среды и общественного мнения становится все сильнее и сильнее. Поэтому я надеюсь, что в результате все это, все эти элементы вместе взятые, приведут к очень, очень необходимому решению», сказал Анджей Дуда. Другой вид международного вмешательства в войну происходит на украинских ядерных объектах. Атомное агентство ООН наконец приступило к размещению специалистов на четырех площадках, чтобы обеспечить их безопасную работу в условиях войны. Мы будем работать рука об руку с принимающей нас украинской стороной, чтобы облегчить некоторую техническую поддержку, доставку оборудования, чтобы убедиться, что все эти объекты могут продолжать работать нормально и без каких-либо проблем. Украине также нужна помощь в поддержании ее экономики. Это то, что обсуждали министры финансов Евросоюза. Их цель – найти способы обеспечить долгосрочную устойчивую финансовую поддержку разоренной войной в стране. Евгений Пригожин подтвердил, что бежавший в Норвегию Андрей Медведев был бойцом ЧВК «Вагнер». 13 января норвежская полиция задержала россиянина за незаконное пересечение границы. Позже, благодаря проекту «ГУЛАГУ.НЕТ» выяснилось, что им оказался экс-командир 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер». В Норвегии он запросил политическое убежище и готов дать показания о вероятных военных преступлениях, свидетелем которых стал во время службы. Мы не предоставляем убежище военным преступникам, поэтому ясно, что это очень важная оценка, и все подобные вещи должны быть проанализированы очень пристально. Он должен ожидать, что его будут тщательно проверять. В интервью «ГУЛАГУ.НЕТ» Медведев рассказал, как ему удалось перелезть через забор из колючей проволоки недалеко от города Никель и перейти по тонкому льду реку Пас, чтобы оказаться в Норвегии. По словам бывшего вагнеровца, российские пограничники преследовали его собаками и даже стреляли в него. ЧВК «Вагнер» с 2013 года действовал на территории разных государств. С 2014 года в Украине принимает активное участие в военных действиях с начала российского вторжения. Сообщается, что в сентябре группа «Вагнера» активно вербовала заключенных в российских колониях для отправки в Украину взамен снятия судимости по окончанию контрактов. В Минском городском суде стартовал процесс по делу бывшей кандидатки в президенты Светланы Тихановской и других лидеров оппозиционного координационного совета. Их заочно обвиняют по целому ряду уголовных статей, в том числе о госизмене, экстремизме и подрыве национальной безопасности. Сама Тихановская находится в Давосе. Прежде всего, я бы сказала, что это так называемый суд, потому что это не имеет ничего общего с правосудием в нашей стране. Все эти суды – это месть тем, кто выступает против режима или против войны. Поэтому я точно не жду ничего хорошего. Меня приговорят к длительному тюремному сроку. Судья даст мне столько лет, сколько ему прикажут. Белорусская прокуратура обвиняет лидеров Координационного совета оппозиции в подготовке массовых беспорядков, захвата зданий, организации смены власти неконституционным путем. В совокупности по всем статьям им грозят десятки лет лишения свободы. Процесс проходит в закрытом режиме и, по словам Тихановской, она не может получить никаких материалов из этого дела. Параллельно в белорусских судах идут другие резонансные процессы над журналистами и активистами, в том числе и над гендиректором и главным редактором портала Тутбай Людмилы Чекиной и Мариной Золотовой, а также над руководителями правозащитного центра «Весна». Среди них лауреат Нобелевской премии мира Олесь Беляцкий. Новым министром обороны Германии назначен глава МВД Нижней Саксонии Борис Писториус. Это именно тот человек, который нужен Бундесверу в решающий момент, представил нового члена федерального правительства канцлер Олаф Шольц. Политические оппоненты обращают внимание на нехватку военного опыта у Писториуса. До руководства регионального МВД он был муниципальным служащим. Некоторое время занимал пост мэра Оснабрюка. При этом его называли самым популярным министром в Нижней Саксонии. Немецкие издания отмечают, что он наладил хорошие связи с органами безопасности и проявил себя деятельным политиком в решении проблемы приема беженцев. Писториус становится преемником Кристины Ламбрехт, которая подала в отставку с поста министра обороны в понедельник на фоне серии скандалов. Своё решение она объяснила тем, что, цитата, «пристальное внимание СМИ делает практически невозможным обсуждение проблем военнослужащих, бундесвера и приоритетов в политике безопасности». Один из последних ярких скандалов вокруг Ламбрехт был спровоцирован её видеообращением по случаю Нового года. На фоне фейерверков министра говорила в том числе об Украине, подчеркивая важность личных контактов, которые она наладила благодаря войне. Власти бразильской столицы объявили о новых мерах безопасности в центре города, прежде всего в правительственном квартале, который подвергся нападению 8 января. Обещают минимум вдвое увеличить число стражей порядка. Также сообщается, что в понедельник был задержан ещё один человек, которого подозревают в организации погромов. Расследование ведётся и в отношении экс-президента Жайра Болсонар, учи сторонники и штурмовали правительственные здания. Его обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам, но он сам это категорически отрицает. Солмаз Нараги Солмаз Нараги – певица. Раньше она пела в детских анимационных сериалах в Иране. Но Солмаз пришлось покинуть свою страну и бежать в Грузию, поскольку власти Тегерана не разрешили ей больше заниматься любимым делом после создания музыкального сериала-мультфильма с одним из международных СМИ, объяснив это тем, что пение для женщин исламскими законами официально запрещено. Я чувствую, что я обязана продолжать свою работу. Поэтому я подумала, что Грузия – это страна очень близкая к Ирану. Этот выбор для меня наиболее подходящий. Вот я и решила приехать сюда и продолжить работать с некоторыми иранскими компаниями, иранскими СМИ за пределами Ирана. Грузия была наиболее удобным направлением для Нараги. Географически она расположена близко к Ирану, и кроме того, это одна из немногих европейских стран, имеющих безвизовый режим с Исламской республикой. Иранцы могут въезжать в Грузию без проблем. Но начинать новую жизнь в другой стране в 44 года оказалось все же сложнее, чем она себе представляла. Я продала свой прекрасный дом, и это было нелегко, я так плакала. Я очень любила свой двор. Когда я приехала сюда, это было чем-то похоже на мой дом в Тегеране. Именно поэтому я выбрала это место. Оно напоминает мне о моей прошлой жизни в родной стране. И когда я смотрю на эти деревья, я вспоминаю деревья на моей родине. Все это очень нелегко. Но еще труднее для Солмаз оказалось следить за демонстрациями в Иране издалека, как и для многих других иранцев, живущих в Грузии, которые пытаются отстаивать интересы своего народа акциями протеста и таким образом направить миру свое послание. Норвежские археологи обнаружили, возможно, самый древний рунический камень. Специалисты полагают, что надпись была сделана около двух тысяч лет назад и представляет собой образец самой ранней скандинавской письменности. Восемью рунами на коричневом песчанике нацарапано слово «Эдибиру». Обычно викинги устанавливали подобные камни на могилах, поэтому ученые предположили, что эта надпись обозначает имя умершего. Находка на несколько веков старше считавшейся ранее самой древней рунической надписи, найденной в Дании.